И наконец номер 12 за одиннадцатый год От издателя всегда моя первая статья От издателя идет И дальше содержание номера Слоган который я придумал Чтоб от болезни не страдать Малахов про надо читать Вы подпишитесь на газету эту И в помощь вам бесценные советы Я сам Работаю над тем или иным номером Или над той или иной статьей Стараюсь все это опробовать на себе На практике Ну как я говорил Бородалки там сводишь Или еще что-то там такое Или там спину лечишь И все это так или иначе Тебе помогает Особенно там масла различные То есть те Дисциплины О которых ты и не знал А тут раз о маслах ты пишешь То попробовал А что такое масло черного от мина И пропил там где-то я примерно Литра полтора уже этого масла И вот могу со своего опыта сказать Как она действует Где она помогает Так Приметы и особенности декабря Было-было-было-было январь Значит это Газета раньше захватывала Не только в месяц В котором она выходила Но и на Другой метод Месяц была Так Зима Рекомендации Как провести зиму Как выходить с поста Вот Чем выходить Сочево Взвар Ореховое молочко Там Это после Рождественского поста Познавательно Практически О духовном и психическом здоровье Человека Значит Разбираем То есть информационная причина болезни Возникает От неправильного мировоззрения Но это уже Считается Духовная болезнь А в основном Все начинается С нашего мировоззрения У одного мировоззрения Такое У другого Такое И он согласно Мировоззрению И поступает Ага Отношение К другому человеку Отношение К другому полу Согласно Мировоззрению Значит Вот такое должно быть А оказывается Надо несколько По другому подходить Вот Поменять Своё мировоззрение Стать более Таким Терпимым И понятливым То есть Терпимость Возникает На основе Понятливости А не Сдерживания Себя Потому что Сколько бы ты Не сдерживался Если нет Понятия Она Прорвёт тебя И ты там Такое устроишь А когда Ты Понимаешь Ты уже Всё это Совсем По-иному Переносишь Без всякого Терпения Это Очень Важно Вот О душе Человека Вот тут Я как раз Рассказываю В этой статье Интересно Прислал Мужчина Свой опыт Что он был Там Атеист Там Занимался Разными Ну Обыкновенно Жил И в течение Этой жизни В её процессе Как правило Наделал Там Разного рода Грехи Ну Естественно Где-то Когда он Уже Возраст Стал Пожилой Там За 50 С лишним Лет А до этого Он был Молодой Здоровый Крепкий Попал Дома Вот Его Начали Потихонечку Сворачивать В бараний Рог Ну И вот Он Решил Обратиться В Прошбах Попробовал Как-то Излечиться Какими-то Методами И с помощью Моих Говорит Да Работает Работает Но Я не могу Сдержаться Чтобы Там Не есть Перейти На Питание Другое Вот Постоянно Срываюсь Ну И начал Вот Так Богу Значит Молиться Если Ты Есть Вот Идет На Работу Каждое Утро И Молится Вот Так Он Поступал В течении Пяти Недель И После Этого После Этого Говорит Только Раз Он Значит Идет На Работу Помолился Говорит Появляется Появляется Экран Обрамления Нет Вот Перед ним Размер Два На Полтора Метра Все Хорошо Четко Видно Видит Он Себя Перед Ним В Двух Трех Метрах Примерно Да Вот Значит Отидет А ему Показывают Его Мерзопакостные Фрагменты Из Его Жизни Все В цвете С Голосом Как Рекламные Ролики Я вам Говорил Что Помимо Интернета В Которые Вы Что-то Там Забросили По Своей Глупости По Неразумении Кого-то Оскорбили Или Решили Пошутить Так Раз И Это Теперь Будет Болтаться Пока Интернет Там Будет Так Вот Существуют Хроники Акаши В Наша жизнь Записывается В Цвете Там Объем Записи Сервера Акаши Обезвраничен Вот Значит Все это Записывается Все наши Поступки Мысли В Цвете В Чувствах В Запахах И во всем Во всем И потом Вот В случае Чего Знаете Как На суде Тебе только Раз И покажут Вот Тот Или Иной Эпизод Из Твоей Жизни А вот Там Ты Был Смотрите Как Ты Там Не Прав Был А А тут Распинаешься Что Якобы Чего-то Достоин А там Ты Что Ты Делал Чтобы Это Достоинство Перечеркнуть Вот И вот Он Начал Ему Показывать Сотвратительного Жизненного Эпизода Который Прошел С ним В 19 Лет Вот И далее Последовали Другие Вплоть До его 57 Летнего Возраста Все это Показывалось Ему И это Показывалось Целью Для того Чтоб Человек Осознал И Исправился И вот Когда человек Осознает И исправляется То есть Тут Очень Интересные Вот Моменты Происходят Понимаете Вот И вот Он тут Описывает В статье Вот Когда Человек Раскаялся Внутренне И внутреннее Его мировоззрение Поменялось И изменился Его стержень Вот То Наслоение Энергетическое Плохое Которое Которое Его Коробило И Вызывало Болезни Она как Как панцирь Какой-то Как чешуя Спала Вот сначала Там Вот так Вот А потом Потом Отпало Вообще И появилась Сила И появилась Энергетика И экстрасенсорная Способность Появилась То есть Вот Открылся Мир Совершенно Иной То есть Наше Мировоззрение Направляет Нас И мы Видим Вот так Если мы Совершенно По-иному Воспринимаем Этот мир Как нечто Такое Доброе Положительное Хорошее В котором Мы должны Раскрыться А не Хахать То он Раскрывается Совсем По-другому И нам Даются Совсем Другие Возможности Огромные Колоссальные Понимаете И вот Этот феномен На нем Проявился Я как раз Такие Вот Эпизодики И отбираю Для того Чтобы Вот показать Они редки Особенно В нашу жизнь Но тем не менее Они есть И вот Прекрасная Такая Статья Вышла Которая Рассказывает Об этом Феномене Духовной Жизни Духовного Совершенства Если вы Хотите Этого Причем Никуда Не надо Уходить Не в Тибет Не в лес Не в монастырь А дома Все это Делать Дома Золотой Ус Что такое Как он Там Работает Ну и Дальше Луковый Суп Рекомендации Имбир Лавровый Лист Иво Осина Клю А Это как раз Пошли У нас Природные Антибиотики Растительные Антибиотики Откуда Все это дело Пошло Антибиотики Антибиотики Да Дело в том Что они Были Растительные И есть Растительные И применяйте И оздоравливайтесь Но Значит Вот С ивы Там Были Выделены Эти С чеснока Там Антибиотики Еще Там Откуда И уже Стали Делать Не путем Экстракции С этих Растений Кстати Все Антибиотики Растительные Как правило Горького Вкуса А стали Уже Делать Искусственным И вот Эта Искусственность Где-то Она Конечно Работает Но Оказалось Работает Не так Как Надо Забыли Корни Растительные Остались Совершенно Иные Искусственные И в Результате Результате Пошли Совершенно Иные Там Результаты Микробы К этому Приспосабливаются Мутируют Становятся Еще более Злокачественные А я вот Как раз Тут их Перечислил И что Чем Особенно Знаменит Так Болезни Их Лечение Лечение Литературная Страничка Вот Реклама И разъяснения Продолжение следует...